И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, как всегда, Алкобард. И, конечно же, мы будем что-то пить, а заодно об этом обязательно поговорим. Вечереет. Неуклонно вечереет. Погоды нынче стоят хорошие, потеплело. Вон, хоть и в теплой, но в рубашечке снимаюсь. Но, возможно, это ненадолго. Может, еще и снег выпадет. 21 год, он как 20, только немного хуже. И сегодня мы, конечно же, с вами будем что-то пить. И это будет царская клюквенная, господа. Да. Значит, смотрите. Царскую я когда-то пил и даже записывал. Не знаю, осталось ли это видео на канале. Но она мне как-то особо не зашла. Я не понял, за что я переплатил, скажем так. Хотя, вроде как, линейка царская у группы Ладога. Это визитная карточка. Их, в общем-то, будем считать так, что это их самая узнаваемая водка. И чуть ли не самая продаваемая. И у завода достаточно большие мощности. И производят они всего этого добра много. Но заводу сразу же жирнейший минус. За, блин, вот этот вот белый шрифтик, понимаете. Ну, блин, ну как в 2 пикселя шрифт. Я понимаю, что я, конечно, сфоткал. Дениска молодец. Дениска все понимает. И поэтому мы смотрим состав, который выглядит как вода питьевая исправленная, спиртэтиловый ректификованный люкс, зерновой в скобках, морск клюквенный, морск брусничный, сахар, краситель сахарный колер. Зачем? Ладно. Ароматизатор. И краситель красный очаровательный, господа. Красный очаровательный. Что подразумевается по словам ароматизатор? Вот мне очень интересно. Надо было хотя бы написать, о чем речь идет. Ну, ладно. Да, производитель группа Ладога. Я не ошибся. Я молодец. Хранить плотно укупоренным. Ну, понятно. Кормящим женщинам не рекомендуется. Но при этом это напиток все-таки, наверное, более женский. Потому что это клюковка. Девочки любят такого рода клюковки. И здесь 38, как я успел прочитать, крепость. Ред Берри. Произведено, разлито в России. Царская оригинальная клюквенная. И теперь смотрим, как же она открывается. Это наша царская оригинальная клюквенная. Где-то должен быть... Есть язычок. Есть язычок. А куда его тянуть? Оп. Есть контакт. Хорошо. Хорошо. Уговорили. Пока я остался доволен. Не надо было долго отзирать что-то. Потому что я сейчас истерически думал в процессе, есть ли у меня нож вообще с собой. А нож где-то там наверху. Ладно. Из минусов. Когда отпито чуть-чуть, вы ни хрена не понимаете, что там происходит. Ну, ладно. Наливачка. Ну, предположим. Достаточно широкая. О, это и есть тот самый красный. Как его там? Очаровательный. Ну, еще чуть-чуть. Вот так. Будем дозировать примерно по 2 трети рюмки. Кстати, интересно она... Как она у них называется вообще? Настойка горькая. Да, я думал, напишут водка особая. Ну, нет. Настойка горькая. Ну, что, запах? Ну, клюковка. Ожидаема, в общем-то. Хотя я бы удивился, если бы что-то другое было. Поэтому тут все логично. Клюква имеет одно интересное свойство в спиртных напитках. Оно конкретно перебивает спиртозность. И очень часто люди, которые берут клюковку, говорят, блин, так она классно пахла и как она хреново зашла. Потому что реально клюква перебивает спирт нафиг. Вы не чувствуете спиртозности. То есть, ощущение, что перед вами клюквенный морс. Производитель, естественно, нам еще рассказывает о каком-то там специальном стекле для бутылок, который не вступает в контакт с водно-спиртовой смесью. Ну, в принципе, и любое стекло-то особо не вступает. То есть, ее можно хранить долгие года без каких-то там вариантов отложений и так далее. Но зачем ее хранить, когда вы ее взяли, понимаете? Ее надо пить. Поехали. Первое. Первое. Вот оно, то, о чем я говорил. Вот оно. Клюква. Отбивается запах спирта. Но спиртозность в готовом довольно такая резкая. И плюс, сахара, конечно, пожалели, да. Надо было побольше бухнуть. Она довольно жестко идет. То есть, честно говоря, вот после первой, ну, скинем это на то, что это была первая. Я остался малость недоволен. То есть, не в том смысле, что напиток плохой. Нет. А в том, что какого хрена он стоит дороже остальных. Ну, понятно, это ценовая политика, видать, конторы. Но все-таки немного не то, вот что я ожидал. Вот что я хотел получить от этого. Ну, с такого. Поехали. Вторая ощутимо легче. Ощутимо легче зашла вторая. И вот абсолютно серьезно. То есть, первая, может, мне дала так резко, потому что я неподготовленным сел записываться. Понимаете ли? Если бы до этого рюмку бахнул минут за 15, было бы намного веселее, конечно. Но решил, что раз я пью еще и цветное, то сегодня точно не буду. Вот цветное, 38 градусов. Пьется как 45. Короче, ну так себе. Ну так себе. Ну как, клюковка, в принципе, зайдет. И что там, брусничка должна быть еще, да? Что тоже еще там есть? Где оно? Да, брусничка. Потому что есть вот эта вот горчинка какая-то такая странная. Ну, наливаем вторую порцию. Поменьше сейчас налью. Что-то она мне сходу не стала заходить, поэтому чуть-чуть поменьше. Для кого сей напиток? Хрен его знает, дорогие мои. То есть я сначала думал, как девочковый вариант, вот когда начал сел записываться. Но сейчас понимаю, что ни хрена это не девочковый. Девочкам такое не зайдет. Скорее всего, это просто было сделано для расширения линейки. Вот у меня такое подозрение. Потому что, да, это клюковка, но ничем не выделяющаяся, никак не возбуждающая, вот так скажем. То есть я от нее ждал чего-то большего. Вот тоже, например, обычную царскую, когда я пил чистую, она мне как-то, ну, понятно. Я единственное, что не понял, за счет чего она дороже остальных. А она, ну, водка и водка. То есть ничего плохого я про нее сказать особо не мог, кроме ценника. А здесь, честно говоря, может и скажу что-нибудь плохое. Вот реально, вот для кого это создано? Мужики на троих за столом пить такое не будут. Как вариант, а бы не водка, ну да, это, наверное, один из немногих вариантов. Ну, в принципе, зимой на рыбалочке зайдет, да. Может, ее и надо было пить зимой, пока еще снег лежал. А я вот так затянул безбожно с этим делом. Вот тогда бы, наверное, она для сугреву пошла бы. А сейчас абсолютно непонятный мне вот напиток с точки зрения потребителя. То есть из серии я бы такое брать не стал. То есть вот просто я бы ее брать не стал. А чуть-чуть видно через белую, вот начинает уже. Я там сказал, что не видно будет. Не, вот чуть-чуть, чуть-чуть можно различить, где край напитка, так скажем. Ну, а это абсолютно одна рюмочная вещь. То есть она относится к разраду тех напитков, вот эта вот настойка горькая их под названием, которые должны у вас стоять вот на входе в дом. Особенно если у вас частный дом, вы с улицы зимой или там поздней осенью, ранней весной зашли чуть-чуть промерзнув, рюмочку себе накапали, бахнули и дальше пошли по своим делам. Во, вот это да, это вариант. Но пить это целенаправленно, даже несколько рюмок подряд, вот мне сейчас уже не прет просто. То есть я как-то вот думаю, то ли ее мешать с чем-то надо, так а с чем ее мешать? С колой не намешаешь, фигня получится. Но при этом запах очень мягкий, запах намного лучше, чем пьется. Вот откровенно мягенько пахнет, хорошо. Причем здесь именно клюковкой, уже во вкусе получается вот эта вот брусничка может быть чуть-чуть. Во рту катается нормально, то есть она не жжет так истерически. Да, первая мне подожгла хорошо так, хотелось ухнуть, кракнуть и так далее, чем-нибудь закусить. Но сейчас уже входит. Но зачем она входит, я не понимаю. То есть я вижу только один вариант употребления вот этого для ютуба. Все. Это, наверное, отдастся жене. Посмотрим на ее мнение, что она скажет. Сейчас наливаем заключительную, уже ладно, побольше нальем. Вот так. Ну, опять же, я повторюсь. Да, это нормальный напиток, его можно пить, но я абсолютно не понимаю, за счет чего ценник дороже аналогов. Вот так. Может быть, это чисто фишка конторы, как я уже говорил. И они на этом и держатся, но может из-за того, что это царская, опять же. Даже он царь изображен. Ну, как держать марку и, соответственно, держать ценник. Но если вы не фанат конкретно данного производителя и данной линейки, я бы это брать не рекомендовал. То есть возьму ли я еще раз? Нет, конечно же. Все. Одного раза мне хватило, чтобы понять, что это такое. Хотя их водку я бы, наверное, еще раз взял. Вот так. Но это совершенно не тот напиток, на который я, может, надеялся, что ли. Вот как вам сказать. Надежды были другими. И данный образец надежд не оправдал, кроме запаха. Поэтому понюхать еще разочек можно. Ну, офигенно же пахнет. Ну, офигенно же пахнет. И при этом пьется на 3 с плюсом по 5-балльной. Ну, на этой радостной ноте за вас, дорогие мои, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за то, что ждет следующих видео, выходящих с пугающей периодичностью. За то, чтобы все у нас у всех, конечно, было хорошо. Ну, и, наверное, за данный продукт, целесообразность которого и мне до сих пор непонятно. Поехали и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok